В Нинецком округе будет построен дом-интернат для престарелых. О выделении денег на социальные объекты из федерального бюджета было объявлено в ходе визита Максима Топилина. Новое здание будут строить по современным стандартам. Учреждение, где сегодня проживают постояльцы, министр посетил лично. Также он побывал на объектах образования, культуры и спорта. Пустозирский дом-интернат для престарелых, который располагается в поселке Искателе, принял первых постояльцев в 2000 году. Сегодня здесь проживают 88 жителей округа, нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении. Здание частично приспособлено для проживания инвалидов и маломобильных групп населения. Для строительства нового здания нужны деньги. Хочу вам сообщить, что министерству принято решение, что федеральный бюджет больше 300 миллионов рублей выделит нам строительство такого объекта. Поэтому я думаю, что в следующем году мы уже сможем приступить к практической реализации того самого проекта дома-интерната для пожилых людей. Построить новый дом-интернат на 100 мест в селе Тельвиска в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» планируется к 2024 году. В 2021 году на эти цели Ненинский округ получит субсидию в размере 315 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составляет более 700 миллионов рублей. Еще один объект, который в Ненинском округе посетил Максим Топилин – школа Олимпийского резерва «Труд». В учреждении ведется подготовка резерва для спортивных сборных команд Ненинского округа и России по лыжным гонкам, спортивной борьбе, теннису, тэквондо, олимпийская версия ВТФ и другим. По этим направлениям занимаются 110 спортсменов. Кроме того, 350 детей систематически занимаются в учреждении различными видами спорта, в том числе и национальными. Мы делаем что-то дальше, потому что вообще-то занимаются традиционные какие-то движения, у нас есть полу спиры. В рамках национального проекта в текущем году в учреждению предоставлены субсидии с федерального окружного бюджета на общую сумму более 4 миллионов рублей. Эти средства направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для реализации программ подготовки лыжников, а также на оснащение объектов спортивной инфраструктуры, спортивно-техническим оборудованием. По словам директора труда Алексея Гербова, учреждению нужны еще средства. У нас есть проблема. Мы региональный оператор центра тестирования ГТО. Везде мы через наши филиалы, населенные пункты принимаем ГТО. И здесь также. Проводим конкурсы, проводим фестивали ГТО, допустим, на улице где-то. И нам не хватает оборудования передвижного, сборно-разборного, чтобы мы приехали, поставили где-то на площади, либо же приехали, допустим, в зимний период на трюковый теле, разобрали это оборудование. Данное мероприятие, как и все остальные, должно увеличить долю жителей Ненецкого округа, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55% к 2024 году. Такие целевые показатели обозначены в региональном проекте «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». О достижении целевых показателей национального проекта «Демография» говорили и в Ненецкой центральной библиотеке имени Пичкова. Там министру рассказали об университете пожилых людей, проекте регионального отделения «Союза пенсионеров России». У нас есть факультеты. Шесть факультетов. Один очень значимый, который в жизни пенсионеров большую роль играет – это компьютерная грамотность. У нас занимаются с удовольствием. Площадь у нас небольшая, у нас очередь даже записывается. Максим Топилин лично пообщался со слушателями факультета, которые представляли Ненецкий округ на соревнованиях по компьютерной грамотности российского уровня. Когда ездите, сложно вообще? От чего зависит? От собственных каких-то знаний или как преподают? От чего это зависит? Конечно, и от зданий, и от того, как преподают. Но, во-первых, там большое количество людей, такие люди уже с большим опытом, а мы приезжаем из глубинки. Ну, я думаю, что… То есть тренироваться надо больше? Тренироваться, конечно, больше надо, да. Здесь же состоялось вручение документа о прохождении профессиональной переподготовки, организованной в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Документы из рук главы Минтруда России получила Алла Фёдорова, специалист в области промышленного и гражданского строительства. Также министр посетил Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова. В эти дни в образовательном учреждении идёт подготовка к демонстрационному экзамену по направлению «Поварское дело» по стандартам WorldSkills и к региональному чемпионату молодых профессионалов. Ольга Русл, Мария Владимирова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...